Астон Мартин, автомобиль-амфибия Lotus Esprit S1, который передвигается легко по земле и по воде, и даже реактивный ранец. 50 разных средств передвижения Джеймса Бонда представлены на выставке, которая посвящена 50-летию первого фильма об агенте 007. Какая машина сразу вспоминается? Астон Мартин, это точно. Первый фильм о Джеймсе Бонде, английском шпионе и любителе женщин, доктор Ноу, вышел в 1962 году с Шоном Коннери в главной роли. На выставке показан, пожалуй, самый знаменитый автомобиль Джеймса Бонда «Астон Мартин ДБ-5» из фильма «Золотой палец». Там можно увидеть и подводную лодку, напоминающую крокодила. Бывшая подруга Бонда, актриса Дженни Хенли, которая снималась в фильме на секретной службе Ее Величества, сделала свой выбор. Что бы я хотела иметь? Это машину, которая может плавать под водой. Автомобиль-амфибия «Белый лотус» легко движется под водой в фильме «Шпион, который меня любил». Шины превращаются в винты, а из крыши появляется перископ, который наблюдает за происходящим снаружи. Перемещаться из водной среды в воздух Бонду помогал мини-вертолет «Литл Нелли» в фильме «Живешь только дважды» и реактивный ранец, который выстреливает человека в воздух. Крис Корбулт, который отвечал за спецэффекты во многих фильмах о Джеймсе Бонде, говорит, что недостаточно просто сделать какой-то трюк, а все, что связано с Бондом, должно быть абсолютной инновацией. Работать над фильмами о Бонде всегда сложно. Мы работаем над грандиозными спецэффектами и трюками. Создатели хотят, чтобы в камере все выглядело абсолютно реально. Но, конечно, фильмы о Бонде невозможны без его девушек. Юнис Гейсон, Брит Экланд, Дженни Хенли и Мадлен Смит открывали выставку. Экланд, которая снималась в фильме «Человек с золотым пистолетом», говорит, что прекрасно знает свое место в истории фильмов о Бонде. Я знаю, цитируя роду Стюрта, можно сказать, что я была мечтой каждого школьника. Выставка «Бонд в движении» в Национальном музее мототранспорта в деревне Болье рядом с Портсмутом на юге Англии продлится до декабря.